Я рад приветствовать вас. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня у нас в Интерфаксе очередная онлайн-пресс-конференция. Гость у нас президент Республики Абхазия Аслан Георгиевич Бжани. Я также хочу приветствовать наших коллег из ТАСА, из РИА Новости, из Известий, также коллег, которые подключились наших из Грузии и Испании. Все ваши вопросы собраны, и я поздравляюсь максимально их задать нашему гостю. Аслан Георгиевич, первый вопрос и первая тема, все-таки, то, что волнует, по крайней мере, здесь, в России, нас всех. Как вы прошли, Республика, период, такой острый период пандемии нового коронавируса? Вы вступили в должность 23 апреля, фактически, когда в России и в мире, и в Европе был пик этой ужасной инфекции. Как сейчас обстоит дело в Абхазии, и как вы прошли этот период? Добрый день, Георгий Георгиевич. Добрый день, уважаемые друзья. Признателен вам за возможность, которую вы предоставили, возможность такого общения с известными изданиями. Безусловно, эпидемия коронавируса, она коснулась и нашу республику. На этом этапе были предприняты все возможные меры, чтобы локализовать последствия этой беды. Были введены серьезные ограничительные меры, были подготовлены специальные медицинские учреждения, был подготовлен персонал, была проведена соответствующая разъяснительная работа с населением. На этом этапе мы имеем следующие цифры. У нас заболело 36 человек. В настоящее время в медицинских учреждениях находится 2 человека и один летальный исход. Умерла женщина, которой было 96 лет. Все это, конечно же, не говорит о том, что эпидемия преодолена. Мы, с учетом ситуации, которая складывается в сопредельных государствах, вынуждены и в настоящее время соблюдать ограничительные меры. Как известно, граница у нас закрыта. И это является вынужденной мерой. Поэтому, несмотря на то, что тяжелые экономические последствия, как следствие пандемии, мы это понимаем, но при этом приоритет – это здоровье нации. Мы вынуждены в этом режиме работать дальше. При этом хотел бы сказать, что с некоторых пор мы начали внутри снимать ограничительные меры. Мы предприняли меры, направленные на поддержку среднего бизнеса. Мы попытались оказать содействие нашим гражданам, меру своих возможностей, с тем, чтобы смягчить последствия этой беды для каждого жителя Абхазии. Как известно, проблем всегда значительно больше, чем возможностей для их реализации. Поэтому в таком непростом режиме мы в настоящее время пребываем. Как известно, в конце июня серьезные ограничительные меры были сняты в Российской Федерации, в частности, в Краснодарском крае. В край начали проезжать туристы. Мы внимательно смотрим за тем, как там складывается обстановка эпидемиологическая. И, скорее всего, с учетом этого фактора, с 15 июля мы тоже будем открывать границу для организованных групп туристов. С тем, чтобы их принять, расселить в учреждениях, которые имеют возможность оказать медицинскую помощь, в учреждениях, в которых есть медицинский персонал. Пока так. Ну и соответствующие требования в отношении тех, кто будет въезжать, это наличие паспорта COVID, это наличие страховки, наличие в этих учреждениях, которые принимают отдыхающих, необходимых минимальных лекарственных и гигиенических препаратов. То есть мы идем в этом смысле в ногу со временем. Мы предпринимаем такие же меры, которые предпринимаются в других государствах. Вот так бы я ответил на этот ваш вопрос. Спасибо, Ослан Георгиевич. Я хочу сказать, что вы живете немножко, в отличие от Москвы, по крайней мере, живете в другом мире, так скажем, в зеленой зоне. Потому что вот рядом со мной лежит маска, санитайзер. И для нас вот это общение, которое сейчас есть в Абхазии, честно говоря, уже забыто. Но вот задают вопросы, и продолжая эту тему, люди в Абхазии говорят, или мы умрем от голода, или от коронавируса, от которого, в принципе, можно излечиться. И когда вы говорили об открытии границы, ведь это двухстороннее движение. А готова ли Россия открыть границы с Абхазией? На самом деле, тут сложно с вами не согласиться. Это двустороннее движение. Открыть границы в одностороннем порядке, это ничего не даст. Поэтому мы обратились к руководству Российской Федерации. Вчера было направлено письмо на имя господина Мишустина. И я думаю, у меня есть основания полагать, что в этом вопросе мы найдем взаимопонимание. Но что касается утверждений некоторых граждан о том, что мы умрем или от коронавируса, или от голода, я понимаю опасения граждан, я понимаю их тревогу. Но мы не допустим таких случаев, чтобы в Абхазии кто-то умер от голода. Это абсолютно точно. Тяжело, конечно, многим. Это факт. Это невозможно не признать. Но так, чтобы люди колодали этого, но не допустим. Александр Ильич, такое впечатление, что в это тяжелое время Россия не оказывает достаточно финансовой помощи Абхазии. Еще раз говорю, это такое впечатление. Вот как сейчас развиваются экономические отношения с Россией? И вы были здесь несколько раз, в том числе на Параде Победы. Что можно сказать о переговорах, которые вы проводили? Юрий Юрьевич, скажите, пожалуйста, а у кого такое впечатление складывается, что Россия не оказывает должной поддержки? Вы знаете, я говорю о шагах. Если бы, наверное, деньги были бы в бюджете Абхазии, в том числе поступившие из Российской Федерации в качестве, наверное, помощи финансовой, наверное, можно было бы оказывать и среднему, и малому бизнесу, и детям, как это делается в России, финансовую помощь. Я еще раз говорю, я сужу по шагам, которые предпринимает правительство Абхазии, и там видно недостаток финансовых средств. Недостаток финансовых средств, он очевиден, но российское государство, все обязательства, которые ими были взяты на себя, государство российское выполняет. Более того, никто не мог предположить последствий, и даже сегодня сложно точно спрогнозировать экономические последствия этой эпидемии. Мы как бы предварительно просчеты провели, расчеты, и в соответствии с этими расчетами, я думаю, что около 2 миллиардов рублей мы недополучим собственную часть, доходную часть бюджета. Этот вопрос ставился перед руководством Российской Федерации, и наши российские друзья с пониманием относятся к нашим проблемам. Более того, они обещали нам оказать содействие. Еще раз хочу поддержать, подчеркнуть следующие обязательства, в том числе финансовые, в соответствии с договором, проистекающие с договора, российской стороной выполняются в срок и качественно. Как известно, работа, любая работа зависит от тех, кто ее делает. Тут у нас были выборы, были иные процессы, которые отвлекли, может быть, руководство Абхазии от этих вопросов, скажем так. Сейчас упущенное будет нарабатываться. Мы выплатили заработную плату за май, пенсионное обеспечение за май полностью выплачено, есть долги за июнь. Я уверен в том, что все эти обязательства перед населением будут выполнены. Наверное, скорее всего, с некоторым опозданием, но обязательства будут выполнены. Для того, чтобы эти обязательства мы выполнили, а нам собственных средств не хватает, мы рассчитываем и получим поддержку со стороны Российской Федерации. Я плохо могу себе представить картину, мне об этом неизвестно, чтобы тяжелые времена руководство России оставляло без поддержки и помощи своих союзников. Такого в истории никогда не было. В нашем случае это не произойдет ни при каких обстоятельствах. Я в этом уверен. Тем более в такой беде мы будем вместе и помогать друг другу. Дело времени. Нужно набраться немножко терпения. Ситуация нестандартная, для нас она новая, для всех она новая. Нам нужно время вникнуть, смобилизоваться и решительно пойти вперед. Александр Георгиевич, продолжая этот вопрос, какие контакты у Вас были во время Ваших поездок в Россию? И скажите, наладился ли у Вас контакт с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путином? Ну, Вы знаете, была очень короткая встреча, она приурочена к известным торжествам. Не было возможности, формат встречи не предполагал обсуждения проблем межгосударственных. Скорее всего, будет официальная поездка, в рамках которой у меня будет возможность детально обсудить с российским коллегой все вопросы двустороннего сотрудничества. На постоянной связи я нахожусь с Дмитрий Николаевичем Козаком и со всеми руководителями ведомств, которые задействованы в нашей совместной работе. Ну, я человек новый, как известно, там тоже новые руководители. Идет процесс личного знакомства, процесс налаживания деловых отношений. Степень, интенсивность этих процессов вселяет надежду на то, что у нас не будет неразрешимых проблем. А скажите, есть ли уже какой-то план контактов? Я не знаю, может быть, Вы сказали о, естественно, планированном официальном визите. Приглашаете ли Вы, Владимир Владимирович, посетить Абхазию? Вот что можно ждать до конца лета? Кстати, во время обеда, который был после парада, я пригласил Владимира Владимировича Путина и других президентов, присутствующих на обеде, на открытие памятника авиаторам. Вы, наверное, знаете эту историю. Наши поисковики установили личность погибшего летчика в Сухумской бухте. В январе 1943 года погиб молодой летчик, защищавший небо Абхазии Николай Николаевич Сиков. Ему было всего-навсего 22 года. Это был прославленный летчик, у него было 6 сбитых самолетов, 30 воздушных боев и более 200 раз он влетал на боевое задание. Так вот, он у нас здесь погиб, рыбаки нашли винт самолета, по винту был установлен пилот. И сейчас установлен памятник погибшим авиаторам. Аналогичный случай произошел в Ленинградской области. Там погиб прославленный сын Абхазии, военный летчик Ласурья Тадико Таевич. Там ему тоже установлен память. Так вот, на открытие памятника я пригласил Владимира Владимировича Путина. Он поблагодарил, будет возможность, приедет, мы будем очень рады. Вот такого рода был контакт, и такие контакты мы ждем в дальнейшем. Повестка дня, какой план наших взаимодействий, все это проистекает из договора между Республикой Абхазии и Российской Федерацией о союзничестве и стратегическом партнерстве, который был подписан 24 ноября 2014 года. Этот договор указывает, определяет основные направления нашего взаимодействия. Часть мероприятий, указанных в договоре, уже реализована. Сначительная часть мероприятий, проистекающих из договора, по сей день не реализована. Мы считаем, что в этом договоре заложен огромный потенциал двусторонних взаимоотношений. И задача номер один – реализовать в полной мере, в максимальной мере, условия, заключенные в этом договоре. Исходя из этого договора, будем действовать. Здесь прописаны мероприятия, которые нами еще не реализованы. Эти мероприятия расписаны по министерствам и ведомствам. Мы будем в этом направлении работать дальше. И план работы будет исходить из этого. Он уже составлен в соответствии с этим договором. Спасибо. Аслан Георгиевич, вот в Москве заметили, что вы приняли участие в голосованиях по поправкам Конституции Российской Федерации, как гражданин Российской Федерации. Скажите, вот чем был такой вызван этот ваш шаг? И скажите, а есть ли необходимость в поправках в Конституции в Абхазии? Ну, вы знаете, гражданство предполагает определенное обязательство перед государством. Я гражданин Абхазии, у меня российское гражданство. И мой долг принимать участие в общественно-политических мероприятиях, которые происходят в Российской Федерации. Это изменение в Конституции Российской Федерации. Это проработанный, очень важный вопрос. И я счел для себя необходимым, как гражданин, прийти и проголосовать. Насколько я это понимаю, речь идет об усилении государственных институтов. А все это делается, этот механизм направлен в конечном итоге для того, чтобы улучшить качество жизни граждан Российской Федерации. Для меня невозможно не принять участие в таком событии. Поэтому я прошел и проголосовал. Что касается изменений в Конституции Республики Абхазия, об этом у нас говорят давно. Была создана Конституционная комиссия. Комиссия по внесению изменений в Конституции Республики Абхазия. Есть ряд предложений. Мы будем их изучать и по мере необходимости, конечно, реализовывать. На мой взгляд, определенные изменения в нашей Конституции будут. Но я не думаю, что это произойдет в ближайшие полгода. Это, скорее всего, в 2021 году. О каком-то перераспределении. Да, о полномочии между ветвями власти. Об усилении роли парламента. Речь идет о предложениях, которые были подготовлены. Мы еще раз все проревизируем. Мы подключим специалистов правоведов с тем, чтобы изменения, которые предполагаются внести в Конституцию, они помогли нам решить ряд проблем. Если так вот заведено, я так понимаю, какие-то новшества, они должны быть направлены на то, чтобы решить какую-то проблему, а не создать вновь. У нас есть опыт, когда мы вносили изменения, и ожидаемых результатов не было. По такому пути, я не считаю, правильно идти. Поэтому наши шаги будут взвешены и продуманы. Аслан Георгиевич, незадолго до выбора вы были в этом пресс-центре агентства «Интерфакс» и говорили, касаясь инвестиционного климата в республике, говорили о проблемах, которые связаны с коррупцией, с преступностью. Вот как сейчас вы на своем посту начали движение в этом направлении? Георгий Георгиевич, я об этом говорил. Считаю работу правоохранительных органов судейского корпуса, направленную на противодействие коррупции и организованной преступности, задачей номер один. Руководство многих ведомств поменялось, перед коллегами поставлены задачи. Сейчас идет параллельно вопрос изучения состава дел в отраслях. Это огромное хозяйство и МВД, и служба государственной безопасности. Там новые руководители, они смотрят, что имеет место быть на верных им участках, и в ближайшее время, я думаю, что это будет к октябрю месяце, будут подготовлены предложения по реформированию вот этих государственных институтов. Это с одной стороны. С другой стороны, руководством ведомств предпринимаются максимальные усилия, направленные на борьбу и с организованной преступностью, и с коррупцией. Я не люблю забегать вперед. Некоторые факты, наверное, нет смысла комментировать. По СМИ материалы уже появились. Есть, скажем так, по резонансным делам, по особо резонансным и тяжким делам, есть определенные продвижки, были проведены задержания. То есть процесс идет. Говорит о том, что работа ведомств качественным образом изменилась преждевременно. Качественное изменение работы может произойти как результат разных действий. Тут надо посмотреть и штатное расписание, и функционал, и материально-техническое обеспечение. Необходимо будет пересмотреть некоторые статьи Уголовного кодекса, Уголовно-процессуального кодекса. Необходимо будет внести в парламент ряд законопроектов, направленных на противодействие организованной преступности и преступности коррупционной направленности. Часть законопроектов в парламенте уже есть, часть будет доработана и направлена. Мы предполагаем, что эта работа будет завершена к январю 2021 года. Вот такой комплексный подход, вот такая комплексная работа. Более того, достигнута предварительная договоренность с руководством Российской Федерации о том, чтобы повысить заработную плату сотрудникам МВД, сотрудникам службы государственной безопасности. Практически решен вопрос о строительстве информационного координационного центра Министерства внутренних дел Российской Федерации и Республики Абхазия. Информационно-координационный центр будет оказывать содействие в плане противодействия тяжким преступлениям и так далее. В планах наших на перспективу 2021, 2022, 2023 год строительства тюрьмы эти деньги предусмотрены в бюджете, в инвест-программе. Все это направлено на то, чтобы повысить качество работы правоохранительных органов. Это задача номер один. И руководство Абхазии в полной мере дает себе отчет, что ключевой составляющий инвестиционного климата или для того, чтобы развивать любые направления деятельности без обеспечения правопорядка, без обеспечения и соблюдения прав граждан, бизнеса. Это невозможно. Поэтому мы действуем в таком ключе. Спасибо. Продолжая тему инвестиций, скажите, что может измениться или меняется в Абхазии с точки зрения приобретения не гражданами Абхазии жилья в республике, по крайней мере на первичном рынке? В настоящее время никаких новшеств в этом плане нет. Но пользуясь случаем хочу довести до сведения телезрителей или тех, кто будет смотреть это интервью. Иностранцы имеют право приобретать в Абхазии недвижимость, но для этого они должны зарегистрировать здесь юридическое лицо. В отношении юридических лиц, зарегистрированных на территории Абхазии, никаких ограничений нет. Что касается физических лиц, если у них нет гражданства, то таким правом люди не наделены. Вопрос поднимался неоднократно о предоставлении возможностей для граждан России приобретения здесь недвижимости. Вопрос находится на стадии изучения, он находился. Некоторые, скажем так, продолжения на сей счет. Допускаю, что на этом этапе сегодня мы можем, если вещи называть своими именами, констатировать тот факт, что в ближайшие полгода мы не готовы в ближайший год идти по этому пути, не готовы наши государственные институты, не готовы наш правовой механизм и многое-многое другое. Мы будем этот вопрос изучать. Я это говорю не для того, чтобы просто сказать и забыть об этом. И мы найдем то решение, которое устроит сторона, которое прежде всего будет направлено на обеспечение интересов граждан Абхазии и всех заинтересованных в этом лиц. Аслан Григорьевич, Вы упомянули о сотрудничестве с Российской Федерацией в правоохранительной сфере. А как обстоит дело сотрудничество в военной сферах? Как ситуация вокруг российской базы в Абхазии? Если говорить о фоне, если говорить о том, как в Абхазии относятся к военнослужащим Российской Федерации, то можно увидеть следующее. Мы их воспринимаем как родных и близких. И наши российские друзья здесь находятся в комфортных условиях. Взаимодействие по линии Министерства обороны налажено. Создана объединенная военная группировка. Ставится, стоит вопрос о строительстве инфраструктурных сооружений. Но это все пока на стадии предварительных. Вот в договоре большом о 24 ноября 2014 года все прописано. И некоторые положения договора уже реализованы. А значительная часть не реализована. И мы, конечно же, этим займемся. Я сейчас не в состоянии пока об этом говорить более глубоко, потому как в течение двух месяцев я не успел вникнуть в детали, которые существуют, в проблемы, которые нам мешают идти в плане военного сотрудничества вперед. Но мы намерены идти вперед. Мы прекрасно осознаем, насколько это важно, взаимодействовать с Российской Федерацией в этом плане. И, конечно же, это будет приоритетным направлением деятельности и работы главы абхазского государства. Вот поступают вопросы, в частности, о взаимоотношении между Абхазией и Грузией. Вот такой вопрос от Диппанорамы агентства Интерфакс. Грузия и НАТО активно взаимодействуют в Черном море. В этом регионе проводятся натовские учения. Американские корабли заходят в черноморские порты Грузии. Является ли такое активное вовлечение Грузии в орбиту НАТО предметом обеспокоенности абхазской стороны? И потребуется ли в этой связи дополнительная военная помощь со стороны России? Мы отслеживаем эти процессы. Министерство обороны Абхазии поддерживает тесное взаимодействие с командованием 7-й военной базы, с Министерством обороны Российской Федерации. Мы в рамках планов совместно проводим здесь учения. Мы не заинтересованы в развязывании каких-либо конфликтов. Но наши вооруженные силы должны быть готовы для отражения возможной агрессии. Хочу довести до сведений телезрителей. Наша степень готовности совместно с вооруженными силами Российской Федерации позволяет спокойно смотреть в будущее. Мы нацелены на мир, но при этом готовы к любому развитию событий. Поэтому для нас важно, кто с нами вместе, с кем мы в союзе. А все остальное, кто против нас, это как бы проблема тех, кто против нас. Продолжая эту тему, вот такой вопрос. Просматриваются ли какие-то перспективы налаживания отношений с Грузией? Естественно, в первую очередь, части экономического взаимодействия и гуманитарных обменов. Мы заинтересованы, граждане Абхазии заинтересованы в том, чтобы у нас установились нормальные взаимоотношения с грузинским государством. Проблема же не в нас. Мы признаем грузинское государство. Простите, мы признаем право, все права, которые проистекают от факта грузинского государства. Другое дело, что нас не признают. Но я не знаю, к чему такая политика может привести, насколько она конструктивна. Думаю, что это неконструктивно. Вот я, пользуясь случаем, взял с собой документ. Он называется «Шаг к лучшему будущему. Мирная инициатива». Этот документ разработан аппаратом государственного министра по вопросам примирения и гражданского равноправия Грузии. Вот он, документ, он есть в интернете. В преамбуле этого документа сказано следующее. На пути динамического развития страны, то есть Грузии, важнейшей ценностью правительства Грузии является мир. С этого все начинается. Это очень здорово. Мы такой подход приветствуем. В связи с этим, мне непонятно, почему до сегодняшнего дня не подписано соглашение о неприменении силы в отношении Республики Абхазия. Если мир является главной ценностью для руководства Грузии и грузинского народа. Вот я дальше ничего не хочу читать, потому что это самое главное. Как только вот этот пункт первый будет реализован, все пойдет очень и очень хорошо. Мы не требуем от руководства Грузии, чтобы они признали Абхазское государство. Но договор о неприменении силы – это тот договор, который даст возможность для нашего возможного диалога. Коммунитарного, экономического и любого другого. В наше время никого невозможно обмануть некрасивыми фразами. Это как бы не имеет перспектив. Поэтому, если руководство Грузии заинтересовано в укреплении мер доверия, то они должны действовать в таком ключе. Так я это понимаю. – Спасибо. Асад Георгиевич, продолжая, так скажем, внутриполитическую тему, вот задают вопросы. Два последних президента Абхазии ушли со своих постов, так скажем, не совсем по своему желанию. Говорят, на уроках предшественников не учатся. Ну, как вы оцениваете, почему со временем войны в Абхазии никому из лидеров не удается объединить общество? И что вы планируете в этом направлении делать? Вы знаете, Георгий Георгиевич, вот для того, чтобы не приходилось объединять общество, наверное, не нужно его разъединять. В нашем случае вот так вот как-то я это вижу. А вообще политикой и государственной деятельностью должны заниматься люди мудрые, понимающие последствия их поступков. У нас же этот раскол зародился не потому, что он был предопределен генетически, или это какая-то закономерность. Это всего-навсего картина, когда один из ключевых политиков не умел соглашаться с итогами выборов. Я не знаю, как это назвать. Раздутое эго, чрезмерные амбиции или так. Вот это стало составной частью нашей жизни. Но последние выборы показали, что люди, которые претендуют на высшую государственную должность, на эти процессы смотрят по-разному. Я, как известно, со второй попытки стал главой государства. В 2014 году я признал итоги выборов, поздравил господина Хаджимба. Если бы эта история, аналогичная история, случилась в 2015 году, в 2010, в 2011, не думаю, что тот раскол, о котором принято говорить политический раскол, имел бы место быть. Но, тем не менее, вот есть, это стало, этим заразилось большое количество людей, к сожалению. Мы будем проводить разъяснительную работу. Глава государства должен быть в этом смысле одинаково смотреть на процессы, не выделять как-то вот по таким признакам категории граждан, сторонники, не сторонники. А для того, чтобы подходы были объективными, они должны быть законными. Закон должен быть мерилом того или иного действия со стороны государственных служащих. Ну, вот идет процесс формирования правительства. Если кому-то интересно, это бухгалтерия, они могут взять, посчитать, какое количество людей, членов правительства осталось на должностях. Мы не занимаемся приклеиванием ярлыков. В этом смысле все ровно. У некоторых членов правительства, которые работали во времена Рауля Джунковича, будет возможность проявить себя в новых условиях. И если они будут эффективны, они будут работать дальше, мы им будем признательны. Если их работа будет признана неэффективной, мы их будем менять. Но под расколом у нас, как правило, понимают, такие вещи пришли, поменяли всех. Но, по-моему, такого сейчас не происходит. Нас даже упрекают о том, не то чтобы упрекают, или даже упрекают, говорят о том, что экономический блок правительства Абхазии, с учетом того, кто там работает сегодня, эффективно работал. Такую оценку им дал президент Бжаня. Это люди, которые были назначены прошлым руководством. Я оценок пока не давал. У них есть возможность себя проявить. Поживем, увидим. В целях, которые стоят перед нами, мы должны быть едины. Наша цель – это строительство Абхазского государства, укрепление основ государственности. И люди, для которых это будет приоритетом номер один, они будут нашими союзниками. Независимо от того, кто из лидеров политических деятелей им симпатичен в большей степени или в меньшей степени. Вот так бы я ответил на ваш вопрос. – Правильно я понимаю, что при формировании правительства вы прежде всего смотрите на профессиональные качества людей и неприкасаемых для вас сегодня в республике нет? – Мне непонятен термин «неприкасаемый», о чем идет речь. Есть определенные требования, будут поставлены задачи, правительство должно быть эффективным, министры должны быть эффективными, должен быть коэффициент полезного действия, будут заданы параметры ведомствам. В случае выполнения этих параметров работа будет продолжена, в случае невыполнения люди начинают искать себе новую работу. Тут все очень просто и ясно, иных подходов нет и быть не может. – Спасибо. Асан Георгиевич, вот агентство нефтяной информации спрашивает, правда ли, что в Абхазии разведаны запасы нефти, каковы объемы этих запасов и планируется ли добыча, и кем планируется добыча нефти в Абхазии? – Знаете, о разведанных запасах нефти в Абхазии мне ничего не известно. Выдана лицензия компании, которая занимается разведкой. Я небольшой специалист в этих вопросах, но, как я это понимаю, разведанные и подтвержденные запасы. Есть такой термин, это соответствующий проект, в котором указано, что работа проведена в таком-то месте, на такой глубине залегания, там находится такое-то количество нефти, такого-то качества, там какая-то скважина должна быть пробурена. Пока этого нет. Идут келогрозеточные работы. Что касается Ачимчирского района, Творчайского и Абхазского, если говорить о сухопутном участке. Такие же работы шли на шельфе. Но пока подтвержденных запасах мне еще неизвестно. – То есть пока это из области слухов и предстоящей работы, да? – Идет работа, будут подтверждены запасы, об этом мы будем знать. Какие там запасы, что… Работа пока идет, гелогрозеточная работа идут. Они еще не окончены. По окончанию работы все будет ясно. – Александр Георгиевич, продолжая тему внутриполитической ситуации, вот спрашиваю. Два месяца назад вы перестали быть оппозицией. Как вы сейчас относитесь к оппозиции? Вы, в принципе, ответили, говоря о правительстве. Но, может быть, все-таки эту тему еще раз затронете? – Ну, вы знаете, я с вами не соглашусь. Когда я говорил о правительстве, я не говорил об оппозиции. В правительстве оппозиции быть не может и не будет. В правительстве будут люди, которые будут выполнять волю руководства в соответствии с Конституцией. Что касается оппозиции, как только будет определен лидер оппозиции, я намерен поддерживать самый тесный контакт с этим человеком, работать с ним. Все это будет на системной, периодической основе. Вопросы, которые имеют отношение к ключевым отраслям экономики, социальной жизни, все эти вопросы будут с ним проговариваться. У нас будет деловой формат общения, нравится это кому-то или не нравится. Все это будет происходить в открытом режиме. Людям будет видно, о чем идет речь, кто занимает какую позицию и чем эта позиция аргументирована. То есть мы постараемся уйти от дешевого популизма, быть очень конструктивными и конкретными в наших действиях. Я бы хотел, чтобы люди видели реальную картину. Вот я намерен так выстраивать отношения с будущими лидерами нашей оппозиции. Это будет серьезным подспорьем в нашей работе. Я так думаю, я надеюсь на это. Спасибо. Вот продолжая эту тему, если анализировать последние годы в Абхазии, гражданское общество складывается в Абхазии в двух плоскостях. Это на площадях, когда происходят какие-то события, или и в соцсетях. Вот вы как президент, вы следите, или вам, наверное, докладывают, что пишут люди в соцсетях. Имеет ли это для вас значение? Ну, это имеет определенное значение, но у меня нет возможности следить за тем, что происходит в соцсетях. Я этими сетями не пользуюсь, нет времени. Но если там происходит что-то экстраординарное, есть люди, которые мне об этом рассказывают. Но я не активный пользователь соцсетей. Единственное, о чем я просил бы тех, кто формирует настроение людей, взгляды людей здесь в Абхазии, быть объективными и разбираться в предмете, о котором они говорят. Потому что очень много, скажем так, непрофессионализма, очень много неуместных эмоций и так далее. Это мешает работе. Что касается гражданского общества, ее составной части по отношению тех, кто собирается на митингах, этот институт, он как-то связан с нашей культурой. Есть случаи, когда мы осуществляли, скажем так, действия, может быть, не очень симпатичные. От этого тоже надо будет уходить. Но как инструмент гражданского общества, право на проведение общественных мероприятий, общественно-политических мероприятий, это неотъемлемое фундаментальное право наших граждан и кто не собирается каким-то образом это оспаривать. В рамках законов. Вот продолжая эту тему, я просто, когда готовился к нашей с вами беседе, обнаружил такой, видимо, активные ребята, активные с гражданской позицией, ведут телеграм-канал абхазский. И взял просто особый вопрос, который они хотели бы вам задать. Вчера я прочитал, вы обещали в предвыборных речах о том, что спишите долги по электроэнергии. Будет ли это сделано? Я, правда, не слышал это ваше обещание. Как говорится, за что купил, за то продаю. Ну, мне сложно вспомнить о таком обещании, которое я давал. Я что-то не припомню. Поэтому, соответственно, я не могу говорить о том, что я не обещал. Как это принято, я отвечаю только за то, что я сказал, а не за то, как меня поняли. Поэтому пусть напомнят более подробно, о чем идет речь, и потом мы продолжим разговор. Скажите, в рамках экономической ситуации, тяжелой, связанной с коронавирусом, возможно ли подобные меры по отношению к малоимущим? Может быть, правда, кому-то списать долги за электроэнергию? Может, еще что-то? Вы знаете, значительная часть людей эти долги уже давно не рассматривают как долги. И вот мы ведем бухгалтерию, считаем, что если долги, они никогда не будут оплачены. Скорее всего, мы пойдем на списание этих долгов, и не потому, что это связано с эпидемией коронавируса. Но речь идет вообще о серьезных, существенных преобразованиях в энергетической отрасли. Мы изучаем эту проблему в целом, и в рамках предполагаемых изменений, я думаю, что для значительной части населения вот такой шаг будет реализовывать. Продолжая тему электроэнергетики, это, наверное, один из немногих вопросов, где есть координация действий соседней Грузии. И я имею в виду ситуацию на Ингур-ГЭС. Вот что планируется в этом направлении? Потому что все пишут и задают вопросы, что она нуждается в срочном ремонте. Да, на самом деле, деривационный канал нуждается в ремонте. У меня недавно был генеральный директор Ингур-ГЭС, он информировал об этом, и, конечно же, ситуация требует того, чтобы ремонт был осуществлен. Это необходимая мера, мы понимаем необходимость этой меры, и готовимся к тому, чтобы на этот период население Абхазии не осталось без электроэнергии. У меня была встреча с министром энергетики Российской Федерации с Новоком, с его заместителем после этого встречался вице-премьер, и на период остановки станции мы уже прорабатываем резервные схемы обеспечения электроэнергии населения нашей страны. И я думаю, что этот вопрос будет решен. Но отрасль требует серьезных изменений, и мы пойдем по этому пути. Аслан Георгиевич, вот задают вопросы из Татарстана, из Башкирии, вопросы, связанные с сотрудничеством Абхазии с регионами России. Вот понятно, что сейчас такой период, нельзя требовать каких-то подвижек. Но какие планы у вас связаны с региональным сотрудничеством с российскими? Ну вот что касается Башкирии и Татарстана, у меня есть намерение прилететь в эти замечательные республики и признаться моей симпатией к населению этих республик и взаимодействовать. У меня есть личные мотивы. Один из руководителей этих республик – мой близкий друг, мы давно уже дружим. Поэтому, конечно же, контакты будем налаживать. Эти контакты придавать им новый импульс, новое содержание. Я думаю, в этом вопросе нам окажется действие бизнес-сообщество. Бизнесмены, они очень быстро реагируют на свободные ниши. Наша же задача состоит в том, чтобы создать благоприятные условия для развития бизнеса. И такие планы у нас есть. Но, к сожалению, вот видите, как проблема эпидемии, она очень многое спутала. Я понимаю, что с учетом характера наших взаимоотношений между Абхазией Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, глава Абхазского государства определенное количество дней должен находиться ежемесячно там, в России, потому как очень много проектов мы ведем вместе. Но вот сейчас мы не имеем такой возможности из-за этой эпидемии. Как только эпидемия пройдет, мои личные контакты, они будут более интенсивный характер носить. Мы будем действовать очень активно. Мы ждем наших друзей, мы ждем бизнесменов из Российской Федерации, мы ждем людей, которые хотят у нас здесь отдохнуть. Постараемся быть радушными и гостеприимными для них. Александр Георгиевич, мы работаем почти час, осталось несколько вопросов. Судя по тому, что вопросы продолжают поступать, многие восприняли ваши слова, что с 15 июля можно ехать в Абхазию. Давайте все-таки более четко нашим слушателям объясним, что пока еще граница не открывается и не факт, что 15 июля Россия откроет границу в Абхазии. Отвечаю на этот вопрос акцентированно. Мы предполагаем следующее. Если эпидемиологическая обстановка в Краснодарском крае за это время не ухудшится, то у нас будут основания для того, чтобы открыть границу для организованных групп туристов с 15 июля текущего года. Открыть границу в одностороннем порядке эффекта не даст. Поэтому мы обратились к руководству России, в частности к премьер-министру России. Все это там изложили и ждем реакции. Два фактора для того, чтобы мы приняли туристов. Первое – благоприятная эпидемиологическая обстановка в Краснодарском крае. Раз. И открытие границы 15 со стороны Российской Федерации. Мы готовы принять при соблюдении вот этих условий. – Ну, я так понимаю, если вдруг эти два фактора сложатся, я все равно, как гражданин России, который хочет поехать отдыхать в Абхазию, должен иметь при себе справку о том, что я не болен. – Да, справку, паспорт, ковид, страховка. И как гражданин России можете приехать с 15 числа в организованных группах? Это в какое-то определенное количество санаторий, в определенные дома отдыха. Пока это так. Ситуация, если будет улучшаться, то с 1 августа, возможно, будет граница открыта для всех групп, желающих посетить Абхазию. Это индивидуальный туризм. Или как это у нас принято называть, тех, кто останавливается в частных домах, у родственников. Как это было до эпидемии. – Но тоже со справкой, насколько я понимаю. – Да-да-да, справка, она нужна будет в любом случае, да. – Спасибо. Аслан Георгиевич, вот завершая нашу беседу, за которую вам благодарен и благодаря нашим коллегам, которые задают вопросы, еще чуть-чуть и будет 100 дней со дня вступления вас на пост президента Абхазии. Время безумно быстро летит. Что бы вы сейчас хотели сказать, обращаясь прежде всего к народу Абхазии и, естественно, к нам, гражданам России. – Спасибо. Но если быть более точным, 100 дней будет 3 августа. Через 30 дней. Прошло 70 дней. Что бы я хотел сказать? Я хотел бы попросить граждан Абхазии проявить выдержку в это непростое время. Нам все понятно. Нам понятно, как непросто и как тяжело. Но в такие сложные периоды народ Абхазии всегда проявлял единство и выдержку. Я просил бы на этом этапе пойти по такому пути. Власть будет предпринимать все возможные усилия для того, чтобы как-то облегчить последствия этой эпидемии. Все, что мы можем. Все, чем мы располагаем. Я желаю успехов гражданам Российской Федерации, руководству Российской Федерации. Я рассчитываю на то, что наши взаимоотношения станут еще ближе. Мы будем уважать друг друга, ценить друг друга, работать на то, чтобы наши государства укреплялись, а взаимоотношения между нашими народами стали еще теплее, как это было в былые добрые времена. Я желаю всем крепкого здоровья и успехов. И прошу никого не отчаиваться. С нами Бог, и все у нас будет хорошо. Спасибо большое, Аслан Георгиевич. Надеюсь, вам было тоже интересно, так же, как и мне и моим коллегам. И желаю в это время самого главного вам и вашим близким и всем в Абхазии. Здоровья. Спасибо, Георгий Георгиевич. Для меня это первое интервью в таком формате. Я немножко волновался. Возможно, не смог в полной мере передать все, что хотел. Но будем учиться, будем нарастать упущенное. Спасибо. Будьте здоровы. Спасибо вам большое. Надеюсь, что следующее интервью будет уже почтой. Будем надеяться. На все воля Божия. Будьте здоровы. Всего доброго. Спасибо. Всего доброго.